Всем огромный привет! Я очень рада видеть вас на своем канале. Сегодня у нас с вами будет влог и я быстренько так в домашней одежде, в домашнем свитере своем, кстати, вот который я покупала на Синсайд. Настолько он мне нравится, он такой теплющий. Иногда даже на улицу его надеваю с курткой и вообще просто какая бы температура ни была, мне в нем ужасно просто тепло, даже жарко, я бы сказала. Вот и сегодня я хочу поговорить, завтра будет 31 декабря, будем провожать этот год отвратительный и впереди не менее отвратительный год, високосно идет. Для меня отвратительно, потому что, во-первых, в этом году у меня было достаточно много потерь среди достаточно близких мне людей, ну не родственников, но все равно близких, с которыми я провела пол своей жизни, которых очень хорошо знаю, с которыми очень хорошо общалась. И также среди людей, которых я смотрю на ютюбе, например, я не знаю, наверное, кто-то из моих зрителей тоже смотрел девушку Лиза Феникс, у меня даже язык не поворачивается сказать, смотрел, потому что я до сих пор не могу поверить в то, что ее больше нет. Я около 5-6 месяцев была на нее подписана, следила за каждым видео и, знаете, она мне душевно была так близка и мысли ее какие-то очень сильно пересекались с моими. Когда ты находишь родственную душу, пускай она даже о тебе не знает, потому что лично мы с ней никак не общались, только я за ней наблюдала, там иногда писала комментарии, но все равно, когда ты этого человека теряешь и знаешь, что больше его в твоей жизни не будет, ни видео, вообще нигде, это очень сильный такой отпечаток оставляет на сердце, на душе. Я до сих пор всегда о ней думаю, читаю посты сейчас ее мужа и вижу, что ему так легче переживать свою потерю, потому что есть много зрителей, которые любили Лизу, они тоже его поддерживают. Большое спасибо за великое вот это вот создание интернет, потому что мы с вами можем даже не быть близко друг к другу физически, но всегда можем поддержать как-то словесно, написать комментарии. Я очень люблю читать комментарии, очень люблю что-то обсуждать и в группах своих, и в инстаграм тоже очень сильно люблю. Вот, и да, поэтому год для меня этот не очень хороший, и от следующего года я тоже не жду ничего хорошего, потому что високосный год у меня происходит в семье, ну, с близкими людьми и всякая какая-нибудь ерунда. Я, конечно, буду молиться, чтобы ничего не произошло, вот, но от меня мало что зависит, как говорится. Не знаю, расскажите, как у вас вообще високосный год, верите ли вы в это, кажется ли он вам хуже, чем обычный год, будет очень интересно почитать. И расскажите, как вы справили Новый год, потому что видео я уже выставлю точно после праздников. Сейчас нет времени, надо, во-первых, готовиться, надо упаковывать подарки дальше, которые я приготовила для своей семьи, потому что все как-то в последний момент в этот раз делается. Честно скажу, никакого новогоднего настроения, особо ничего нет. Да, мне очень нравится елка, которую мы нарядили, мне очень нравятся гирлянды, которые висят по дому, но того, что было три года назад, абсолютно вот такого чувства нет. Вот, поэтому в основном все это делается для ребенка, чтобы ему было весело, чтобы ему было радостно, он ждет Новый год, ждет подарков, он ждал, пока начнут ходить гномики. Так, пришлось мне поменять место съемки, потому что у нас сегодня очень пасмурно, время только три часа, а уже достаточно темно, как будто часов где-то пять-шесть, вот, поэтому села сюда, включила лампу, которую я просто за 10 лет возненавидела. Я очень сильно испортила ими зрение, вот, если раньше у меня зрение 100% было, то сейчас у меня есть такие проблемы, мне очень тяжело фокусироваться на, во-первых, на лицах людей, очень часто не узнаю, иду, вот, человек идет мне навстречу и здоровается, улыбается, я не могу понять, у меня лицо, знаете, вот, как будто просто смазанная какая-то картинка, пока он не подойдет вот достаточно близко ко мне, поэтому я лампы всегда с таким скрежетом включаю, потому что я знаю, что у меня будут болеть потом глаза, что я буду очень часто моргать, и все мне будут спрашивать, куда ты так часто моргаешься. Какая сейчас летишь, ну, как раньше, вот, надо мной, так, такие издевки были на моем канале, но ничего не поделаешь, очень темно стало, поэтому я никак не могу снимать, вот, пришлось включить лампы. И просто хочу пожелать, чтобы мы все хорошо отметили Новый год, увидимся уже с вами в следующем году, и я надеюсь, в том составе, в котором мы есть и сейчас. Конечно, хочу сказать, что я очень благодарна этому году, потому что помимо потерь были какие-то и приобретения, например, у меня появилась подруга из Амценска, с которой я очень близко общаюсь, каждый день просто мы вот на одной волне с ней, тоже любит там в квартире что-то украшать, тоже любит там через интернет что-то заказывать, ремонт делать, ну, вот, всякое такое. Мы с ней как бы на одной волне вместе сидим на Пентеристе, там что-то вот обсуждаем, кидаем друг другу картинки, детей обсуждаем, ну, в общем, ну, свои детей, естественно. Вот, поэтому я очень благодарна и в этом году, этому году тоже за какие-то вот, это не единственное, конечно, приобретение моё, но просто одно из таких самых ярких, это то, что у меня вот появилась достаточно близкая подруга. Хоть у нас с ней нас разделяет большое расстояние, но всё равно это никак не препятствует нашему общению, и дай бог, когда-нибудь мы обязательно с ней увидимся вот так вот воочию, двумя семьями вместе будем общаться, отдыхать и так далее. Так что вот, и всё остальное ожидаю, покажу, наверное, во влоге, я там, я не знаю, буду снимать отдельное видео про покупки, ой, не про покупки, а про фавориты косметики 2023 года, потому что таких у меня было много, и куча разных новинок, карандашей, цвета пыльной розы, и какие-то тени, и уходовая косметика, но много, обязательно вам тоже покажу, или в отдельном видео, или в этом часть покажу, потом ещё в отдельном видео покажу, в общем, не знаю, подумаю. Вот, и да, всё остальное покажу по ходу влога, так что, если вам интересно, то давайте приступим. Так, мы ещё продолжаем открывать новогодние подарки, вот моя мама целый пакет ему разных вот таких вот игрушек подарила, ну, яйца огромные, это яйцо вообще размером на мою голову, не знаю, что там внутри лежит, но должны быть какие-то несколько игрушек плюс сладости, так что вот сегодня, уже после нового года, открываем такое большое яйцо. В общем, яйца, что у нас было, ну, я конфеты не буду показывать, там просто конфетка на палочке, пару жевательных конфет, и такие, знаете, половинки яиц, печенье с шоколадом, и была вот такая вот огромная машинка там, вот, и вот такая вот мягкая ёлочка, антистресс, можно сжать её, прикольная, красивая ёлочка, так что вот ещё следующую потом коробочку завтра откроем, посмотрим, чтобы в коробочке была. Вот так нормально можно играть. Кстати, вот скажите, как вы думаете, это нормально, что при том, что мы платим практически в некоторых домах 5 евро, у нас там 4,30 за квадратный метр, у нас получается лёд у меня со стороны квартиры идёт. Это вот так у нас топит новая котельная, которую нам построили, она просто нереально, ну, большого размера. Вот, они с нас делают деньги, получается, и у нас вот, пожалуйста, вот такой вот лёд. То есть я в этом месяце за квартиру заплачу 400 евро, вот, и вот такое положение дел. Так что, капец, не знаю, плесень, наверное, опять пойдёт. Это жесть, если честно. Ну, вот видите, о чём я и говорила. Вот про этот конденсат, собственно говоря. Кстати, в этой комнате он так не скапливался, как почему-то сегодняшнее утро. У нас вообще сегодня очень холодно, минус 20 градусов, и дома холодно, 16-17 градусов. Вот, а счета за отопление я потом покажу. Я, конечно, в шоке, потому что я думала, что в прошлом году было фигово, но в этом году 4,40, по-моему, или 4,30 за квадратный метр. У кого-то достигает 5,22, это очень дорого. У нас счета за квартиру просто гигантские. Вот, котельную новую построили, но что-то никак это на цену, на стоимость ни на что не повлияло. Вон там вороны сидят. Ну, погода очень красивая. Морозно, конечно, вот сюда прям мороз и солнце, день чудесный. Вот, и, да, вот этот конденсат, видите, он потом капает, и когда здесь были просто подоконники белые, вот это оно все вздувается. Вот, и появляется плесень, и вот даже уже я вижу в некоторых местах, здесь мы все протирали, средством обрабатывали. Ну, почему-то, кстати, странно, что это окно потекло. Не знаю, может, мы готовили много последние несколько дней. Вот, так что вот буду сейчас протирать. И в этом плане хорошо какое-то покрытие делать, потому что тогда ничего здесь не вздувается. Это влагостойкое покрытие, просто протер. Сейчас налью. Это влагостойкое покрытие, поэтому здесь ничего больше вот не вздуется. И теперь тут мое самое-самое любимое место для завтрака. Я вот сижу, ем, допустим, завтракаю, и можно смотреть в окно. Здесь же мы и занимаемся, как бы, потому что по росту хорошо растущий стул подходит, я уже говорила. Вот, ну да, и само место просто удивительно. У нас в этом году зима просто удивительно красивая и удивительно холодная. Сейчас показывает, вот на солнце минус 14,2, но, наверное, здесь особо не видно. Но на самом деле гораздо холоднее, там до минус 20. Вообще, у нас сказали, завтра будет до минус 30. Это, конечно, очень мощно для Эстонии. У нас и котельные сбоят. Ну, вот сбой бывает, потому что, ну, не приспособлены к такой температуре мы здесь. Вот, так что, если кто тоже завтракает, то всем приятного аппетита. У нас сегодня просто шикарная погода. Посмотрите, солнце светит. Не греет, конечно, но снежок скрипит под ногами. Вот, мороз и солнце, день чудесный. Блин, очень красиво, смотрите. Солнце светит, все такое розовенькое, голубенькое. Очень красиво. Прям, мне не смотрится, но холодно ужасно. Мне кажется, минус 18 где-то надо сфотографировать. Очень красиво. Так, и частенько мне задают вопрос про то, как я сама, если я где-то в видео упоминаю, что я делала маникюр, показываю, спрашивают, какие вещи у меня есть для того, чтобы сделать в домашних условиях маникюр, что для этого надо. Много для этого не нужно. У меня вот есть моя многострадальная лампа, которая лет, наверное, 6 где-то. Также у меня есть вот такая вот штуковина с разными насадками. Это для того, чтобы ногти подпиливать. Если спиливать, нужно сам гель, когда у меня остается, ну там какие-то незначительные кусочки, но в основном все мои лаки, они снимаются пленочкой. Вот сейчас я сделала такой маникюр, вот с блестками, ну здесь не передать мне как бы на камеру. Просто смотрелась на снег и решила, что тоже хочу именно белые ногти. Нашла белый лак, где-то у себя там в закромах. Дальше что у меня? Ну, бутылка с ацетоном как-то закончилась. Ацетон Женя мне вот такой дал, свой дом у нас был. Ну, это обычный абсолютно ацетон, просто вот в таком большом количестве здесь получается 0,5 литров. Вот, намного выгоднее. Я все время покупаю по маленьким таким баночкам, а этот огромный, 4,20 стоит. Дальше вот такие вот маникюрные ножнички у меня есть. Когда-то мне давно их присылала из Украины Юля, Микстайл Капучино. И на протяжении 8 лет, наверное, я только ими и пользуюсь. И что с ними только не было, но они до сих пор острые. Это Сталикс, очень хорошая фирма. Вот, у нас в Эстонии что-то я не видела такие, но наверняка есть где-то в всяких магазинах, типа Трейд Хаус у нас там. Вот, и вот такая вот корзинка у меня, где я храню все свои лаки. И делаю ничего сложного, никаких наращиваний я не делаю. Просто крашу в один цвет, ну там блестками разбавляю. Блин, жалко не передать, но красиво смотрится. Вот, с белым свитером красиво, мне нравится. Так что ничего хитрого такого у меня нет. Все очень просто. Первый слой я наношу базу, следующим слоем я наношу два слоя лака, ну какой-то, который выбирают цвет. И третий слой это уже заключительный у меня этот топ получается. Вот, и иногда еще я наношу обезжириватель на ногти, ну для того, чтобы лак держался дольше. Мне на полторы недели где-то хватает. Если надоедает, я уже сама его просто снимаю. Вот, а так что ничего хитрого. Мне нравится, в домашних условиях я за 30 минут успеваю. В жизни никогда не была ни у мастера, который бы ногти наращивал там или делал как-то профессионально. Просто делаю дома сама. Так что, как видите, практически из этого, ну здесь ничего такого не надо. Все это, если сложить по сумме, там какая-то небольшая сумма получается. Так, ну что, пришло время всю эту красоту убирать до следующего года. В прошлом году у меня елка стояла аж до февраля. Но в этом году что-то нет настроения так долго ее держать на самом деле. Поэтому уберу сейчас. И что еще? А, кстати, вот Женя приносил в середине декабря вот такие еловые ветки. И представляете, они до сих пор стоят. Вообще ни одна иголка просто не осыпалась. Я вообще в шоке. Я никогда натуральную елку не ставила. Только по той причине, что я думала, что придется убирать иголки. Кошки их начнут растаскивать. Ну просто ни одной иголочки. При правильном уходе вот она стоит. Поэтому в следующем году подумала поставить одну из елок. Ну вот две, допустим, одну натуральную елочку. Пускай стоит. Вот, так, что мне еще здесь? Олени уже все повалились, короче. Вот, я и даже уже не поднимала. Эту полку оставлю. Кстати, не помню, показывала я в каком... А, нет, не показывала. Это я недавно купила. Вот такую елочную игрушку из серии Диснеевской. Это продавалась в магазине Пепка. Мне она очень понравилась, потому что напомнила диско-шар, который у нас в школе на дискотеке висел. Знаете, у меня прям такая ностальгия. И он так красиво переливается. Поэтому я его купила. Но мы его на елку вешать не стали, потому что он достаточно тяжелый. Я думала, что веточки будет гнуть. Вот, а так висит здесь. Еще остались неподаренные подарки. Вон стоит большой пакет. Это моему папе с его женой. Потому что он сам в Тайне живет, работает в Финляндии. И они приезжают сюда не так часто. Хотя у них здесь есть квартира. Потом приедут, я им подарю. Вот Лёве. Тоже один из подарков был. Тоже еще не сделано. Не собрано. Это Лего Сити. Вот такой вот автобус. Я просто не берусь даже собирать, потому что я ненавижу Лего, если честно. Пусть сами собирают. Ему вообще в этом году было больше всех подарков. Это просто вообще огромнейшие пакеты. Так что ему повезло больше всех. Мы так подарки особо чисто символически дарили в этом году. И мне ничего не надо было. Жене тоже ничего не надо было особо. Поэтому все было сосредоточено на подарках ребенку. Ему все интересные. Пластилины, краски там. Так что да, сейчас буду все складывать. Вот коробка уже пригодилась. А, вот нет. Это я сейчас ее потрогала. Вот немножко осыпалась. Потому что эта коробка вообще вот там вот стояла. Это вот она сейчас только сыпаться начала. Если ее, короче, не трогать, все нормально тогда стоит. Так что буду убирать. И пока елочка до следующего года. Так, елочка очень быстро разбирается. Уже игрушек там только наверху остались. Я просто в восторге, как в этом году мой чемодан выглядит. Мне так нравится сочетание всех этих цветов. Золото, цвет шампанского, потом еще черные шарики с блестками. Я в следующем году вот хочу максимально елку нарядить, наверное, черный, золото и цвет шампанского. Потому что сочетание очень красивое. Я хочу побольше шаров. Вот. И, ну, ради разнообразия там несколько таких будет игрушек других висят. И вторую елку наряжу уже наоборот. Во все игрушки. И шаров там будет минимально. Вот такая у меня идея. Посмотрим, что в следующем году удастся купить какие-то новые интересные игрушки. Потому что у нас магазин здесь закрыли. Но так как я езжу периодически в Таллинн, может быть, я там в магазин зайду. Очень советую. У кого есть магазины Пепка, у кого есть магазины Сенсай, смотреть там игрушки. Потому что они такие достаточно бюджетные. Но, тем не менее, вот эти вот шары эффектные я как раз там купила. Я просто балдею от них вообще. Вот осталось совсем чуть-чуть, и елочку уже разберу. Так, ну все. Теперь угол освободила. Сразу вам здесь место заняли. Прям ждали, как будто что я уберу все. Так что все. С Новым годом закончено. Порядок наведен. На самом деле елка у меня осыпалась. В итоге здесь столько иголок было. Это капец просто. Только стоило мне ее пальцем потрогать, как сразу все осыпалось. Так что я здесь сегодня этот угол мыла, убирала. Ну все, порядок навела. Теперь можно спокойно спать ложиться. У нас закаты в этом году, как ни в один другой год. Посмотрите, это просто нечто. Без всяких фильтров, без всего. Это у меня еще камера не так хорошо передает. Ну вот нет такой насыщенности. Но смотрите, оранжевый, фиолетовый, розовый. Просто нереально красиво вообще. Не знаю, с чем это связано. Почему такие закаты в этом году стали. Ну просто небо как будто там огнем прорывает. Очень красиво. Это, наверное, единственное, что меня сейчас вообще успокаивает. Так это вот наблюдение за природой. Вот. Так в голове очень много разных всяких мыслей. И про переезд в другой город. Потому что здесь уже невозможно становится из-за таких расценок. В Таллине, например, все гораздо дешевле. Вот сейчас думаем, как продавать жилье. И, наверное, двинем в Таллинн. Думаю, что ни один, ну, то есть ни один месяц это займет. Ну, вот этот год еще посмотрим. Вот, а потом займемся продажей. Так, прям очень красиво. Прям умиротворяет, как облака движется. Это вот единственное, что стабильно, хорошо и красиво. Так, и сейчас покажу вам фавориты косметики, которыми я пользовалась на протяжении нескольких месяцев. Это не все, но это максимально такое любимое, чем я пользовалась и пользуюсь до сих пор. И покупку, чего я обязательно повторю в будущем, если вдруг закончится. Здесь у меня есть, значит, два продукта, нет, три продукта из корейской косметики. Это вот такой вот BB-крем от марки Purito. Вот, это номер 13 нейтральный. И когда вы его, допустим, используете, он кажется достаточно желтым. Но не пугайтесь, он потом просто отлично адаптируется к тону кожи и не лежит на лице маской. Очень хороший, много отзывов я о нем прекрасных слышала. Так, следующее, чем я пользовалась, там не обращайте внимания, это Лева купается. Следующее, чем я пользовалась, вот этот вот обалденный консилер. Вот, от марки Saem, наверное, читается. Я заказывала это на корейском сайте. Очень плотный, хороший консилер. Не сбивается в складки, не забивается в складки под глаза. И у него просто степень покрытия. Обалдеть, какая, достаточно плотный. Но при этом маской никакой не смотрится. Тоже всем рекомендую. У меня, по-моему, да, это 01 самый светлый оттенок. Потом я показывала вот такое вот средство. Это тоже я заказывала вместе с тем с корейского сайта. Я ссылку оставлю, потому что я говорила, что там цены достаточно приемлемые. Я не знала, это нормальный сайт или нет, но все оттуда пришло. Вот, смотрите. Вот, пользуюсь. Видно, что пользуюсь. Очень мне нравится вот это контурирующее средство. Отличное. Не желтит. И на лице тоже смотрится, естественно, особенно у таких бледнокожих. Есть разные цвета. Но вот этот вот больше всего подходит для бледнокожих девушек, типа меня. Дальше не изменяя я вот этому корректирующему средству кремовому от марки Шик. Очень нравится. Больше, скорее всего, нигде достать не смогу. У меня 01 оттенок. Но если вдруг удастся где-то купить, с удовольствием куплю. Очень удобно им пользоваться. Кремовая текстура. Невозможно с ним практически переборщить, потому что вы эту кремовую текстуру можете прям до основания растушевать. И в течение большого времени, потому что он не застывает окончательно. Но и тем не менее, не сползает никуда с лица. Тоже очень советую. Дальше мой любимый блеск увеличивающий от марки Эвелин. Очень приятный розовый такой молочный оттенок. И на губах смотрится просто потрясающе. Иногда наношу его просто без всего. Губы действительно увеличивает до тех пор, пока он у вас на губах. Есть вот это вот покалывание, сжение, и губы смотрятся действительно объемно. Ну, конечно, это чисто визуальный такой эффект. И следующее средство, которое мне очень понравилось, это вот такой вот фломастер для бровей от Vivienne Sabo. Очень стойкий. Даже на жирной коже держится прекрасно. И столько, сколько вам нужно. Очень удобная кисточка, где вы можете... Ну, я потом свочи сделаю. Сейчас нет смысла показывать. Вот видите, такой наконечник, где вы можете прям каждую бровинку прорисовать. И очень натурально это все дело выглядит. Так, и осталось у меня четыре карандаша для губ. Два от бюджетных марок и два это марка MAC, которую я покупала. Вот я уже сделала свочи. Здесь они выглядят намного темнее, чем они есть на самом деле. Вот, но эти все карандаши у меня горячо любимые. Я ими активно пользуюсь. Был еще где-то от Flarmar один. Я тоже покупала его в декабре. Но что-то я не нашла среди всех карандашей. Может, в сумке где-то. Вот, и я подпишу, потом сделаю свочи. И можете, если вам какой-то цвет понравится, уже при дневном свете сделала. Потому что здесь вообще цвета очень сильно темные кажутся. На самом деле они гораздо-гораздо светлее. Не знаю, как... Ну, даже здесь они кажутся темными. В общем, сделаю потом. И вот еще одна моя находка. Это керлер для ресниц от марки Catrice. Из их диснейской серии. Вот они выпустили. Там и хайлайтер у них классный есть. Я его тоже купила. Вот. Сейчас. Ну, я его еще не использовала. Просто посмотрите, какие коробочки прикольные. Это коробочка с Винни-Пухом. Вот такая вот. Ну, это типа как метеориты, бюджетный вариант. Вот. И вот такой вот очень классный керлер. Он так хорошо завивает ресницы. И они долго-долго держатся. Потому что многие, вот что я покупала, они достаточно слабенькие. А этот прям вообще очень такой тугой. И ресницы тоже хорошими делает такими. Потому что у меня ресницы длинные, но прямые, как палочки. Поэтому приходится вот прибегать к таким вариантам. Так что это все, что я вам, наверное, хотела в этом видео показать. Если у вас есть какие-то вопросы, вот. Пишите мне их в комментариях. И увидимся в следующем видео. Пока.